В канун Старого Нового Года, который мы встретим в ночь на понедельник, в Петербурге открылась выставка старых вещей. Диалог предметов и живописи с театральным художником Ириной Беруля, собравшей эту уникальную коллекцию вела Мария Чайковская. Это старинный театр, с которым прошло все мое детство. Потом я уже рассказывала эти сказки моему сыну, а теперь внучке. Расстаться со старой вещью для Ирины Беруля так же невозможно, как стереть все воспоминания из памяти. За каждым предметом она видит историю жизни его владельца. А чтобы продлить жизнь самой вещи, стала рисовать их портреты. Вот отцовские американские ботинки, которые в войну спасли его от холодов. Старинный футляр от скрипки, неожиданно подаренный когда-то актером Андреем Толубеевым. Вышитый бабушкой школьный пенал, 60 лет назад открывший коллекцию этого ценного барахла. Затем волна эмиграции и сотни никому не нужных, кроме Ирины, конечно, вещей. Они не должны там обрастать венскими стульями, старыми утюгами. Им там на Манхэттене это абсолютно как и ни к чему. И они мне звонили и говорили, это выносится на помойку, если ты хочешь, забирай. Причем у меня было несколько случаев, когда уезжали москвичи. Я кидалась в этот дневной поезд, ехала в Москву, забирала там какой-нибудь сундучок. Еще один любитель старины. Его страсть переросла в работу. 20 лет назад, когда Владимир Сыров пришел в Фонд науки и техники Музея История Петербурга, в нем хранило всего пять сотен экземпляров. Сейчас больше 13 тысяч. Вот такой спиртовой фен. Это где-то конец 19 века. Там ставилась спиртовочка такая, она нагревала воздух. Руками гнали вентилятор с ручным приводом. Ногнала воздух и сушили волосы. Владимир Михайлович не просто собиратель, он исследователь, иногда даже сыщик. В архивах разных стран выискивает авторов редких изобретений, которые сейчас даже на картинках в учебниках не встретишь. Так, например, такая модная штучка – вакуумный пылесос позапрошлого века. Принцип работы его – это насос. Вы затягиваете пыль в мешочек, встряхиваете и опять. Потому что убирали чем? Смахивали пыль веерами всякими, метелочками такими. Ну а вот немцы, они же предусмотрительные, они практичные. Поэтому они вот придумали такую штуку. Вещи, которые живут в доме, не должны его покидать. Словно нить, связывающая поколение, считает художник Ирина Беруля. Это как старый Новый год. Праздник, который уже, казалось бы, по факту не нужен, но продолжает жить и приносить небольшие радости в повседневные будни. Мария Чайковская, Артур Мешкородный, Сергей Смирнов. Последнее известие. Петербург.